Всем здравствуйте! Меня зовут Лебедев Дмитрий, руководитель отдела внедрения Кодерлайн-Северо-Запад. Сегодня мы поговорим об автоматизации процесса учета производства при исполнении государственного контракта по гособоронзаказу с последующей отчетностью Министерства обороны Российской Федерации. На сегодняшний день у фирмы 1С есть два программных продукта, в которых можно автоматизировать формирование отчетности Минобороны при исполнении государственных контрактов. Это такие программные продукты, как 1С ERP и 1С комплексная автоматизация. Там у нас частичная автоматизация в комплексной автоматизации. Форма отчета утверждена постановлением правительства Российской Федерации от 1998 года за номером 47 и в редакции постановления от 24.01.2019 года от номера 27. В программе 1С комплексная автоматизация заполнения отчетности по гособоронзаказа реализована частично, так как в ней отсутствует возможность введения подоказного производства. Поэтому данные отчета по гособоронзаказа могут быть менее детализированы, чем в 1С ERP. Также форма отчета гособоронзаказа для заполнения вручную имеется в программных продуктах 1С Бухгалтерия Корп. Но автоматическое заполнение отчета возможно только посредством встраивания дополнительных модулей. Модули эти по практике, могу сказать, не всегда оптимизированы хорошо и могут очень сильно в негативную сторону повлиять на производительность железа на предприятии, с чем я недавно столкнулся при проведении подобной работы. Ну, как и говорил ранее, поговорим о реализации данного функционала в программном продукте 1С ERP, управление предприятием. На слайде у нас представлена цепочка связей. На вход мы в систему получим информацию о государственном контракте. Формируем заказ клиента по направлению деятельности, где направление деятельности является ключевой аналитикой для автоматизированного формирования будущей отчетности Министерства обороны. Создадим заказ на производство на основании заказа клиента, перейдем к диспетчеризации этапов производства, смоделируем выпуск готовой продукции и сформируем отчетность по форме Министерства обороны Российской Федерации. На слайде представлен справочник направления деятельности, где изначально каждому государственному контракту присваивается свое направление деятельности. Повторюсь, что данную аналитику необходимо создать на начальном этапе учета всех сопутствующих процессов производства по 275-му федеральному закону. При создании в ЕРП такой сущности, как государственный контракт, необходимо задать его целевые параметры, такие как, на слайде представлено идентификатор государственного контракта, дата заключения и плановая дата завершения государственного контракта, номер отдельного банковского счета в полномоченной банке, который требуется при заключении госконтракта по гособоронзаказу и так регулируется 275-м федеральным законом. Финансовые показатели, такие как объем финансирования, прибыль контракта, НДС-выручки, затраты материала, затраты на работу, прочие производственные и непроизводственные затраты. Данные параметры высчитываются с помощью механизма плановых калькуляций и являются как бы целевыми, то есть на что мы будем, предприятие будет ориентироваться при дальнейшем производстве по гособоронзаказу. Далее, в соответствии с тем же 275-м ФСН, перечисление прибыли с отдельного банковского счета по гособоронзаказу разрешается только после выполнения всех обязательств перед заказчиком. И в типовом функционале 1С ERP уже есть возможность установки контроля значения, обязательства по договору выполнены. Также необходимо прикрепить подтвердающие документы. То есть данный функционал предназначен для контроля ответственным лицом, на который, соответственно, уже прикрепит все сопутствующие документы. И получается, что обязательства по договору выполнены в данном случае, такой механизм контроля. Идем дальше и переходим к созданию документа «Заказ клиента». И при создании нового заказа клиента необходимо указать контрагента, склад, с которым будем отгружать товар, и отдельно поговорим о договоре и о соглашении. Как видите, здесь установлены данные значения. В договоре, на основе представлен договор с контрагентом. В договоре мы укажем цель договора, в данном случае в кейсе, который мы рассматриваем, это реализация. Укажем контрагента и период действия договора, и отдельно остановимся на банковском счете, о котором я говорил ранее. Для участия в гособоронзаказе главной исполнитель и исполнитель 2-го и 3-х уровней подрядчики нам по 275-му ФСД должны открыть специальный лицевой счет. Постановление правительства номер 18-19 от 25-го, 12-го и 2019-го года в одном из заполномоченных банков. Через них будут проводиться любые расчеты в рамках ГОС. Если год контрактов нет только, то для каждого должен быть отдельный лицевой счет. Указываем наименование счета, номер счета, полномоченный банк. И в соответствии с требованиями того же 275-го ФСД устанавливаем назначение, что это отдельный счет по государственному контракту гособоронзаказа. Переходим к индивидуальному соглашению. По аналогии с договором мы также указываем контрагента в соглашении о период действия. В условиях продаж мы можем стандартно, типовыми механизмами задать способ оплаты, например, количество дней до момента оплаты или отгрузки. Мы можем создать индивидуальные виды цен для контрагента, склады, от которых будет осуществляться отгрузка и многие другие стандартные параметры. А на предприятии, работающие по 275-му ФСД, должны вести подзаказный учет. Это значит, что материалы для производства продукции закупаются с обособлением под заказ клиента. Следовательно, в нашем случае необходимо установить настройку «Обеспечивая заказы обособленно», что мы и делаем. Вернемся в заказ клиента. После задания всех необходимых параметров в договоре и в индивидуальном соглашении укажем товар к реализации. Благодаря тому, что в заказе клиента ранее мы выбрали индивидуальное соглашение, где задан параметр «Обеспечивая заказы обособленно», видим, что данный параметр уже установлен автоматически. И задаем на основании заказа клиента заказ на производство. Поскольку заказ на производство создан на основании заказа клиента, видим, что он уже обособлен под определенное назначение. В данном случае, вот оно здесь выделено, по Министерству обороны РФ, госконтракт номер 3. И далее у нас идет идентификатор госконтракта и дата его заключения. И спецификация. Ранее в данном кейсе уже была создана ресурсная спецификация на производимое изделие, в связи с чем спецификация подтянулась автоматически в заказ на производство. При выборе номенклатурной позиции в заказ на производство автоматически устанавливается либо последняя созданная для данной номенклатуры ресурсная спецификация, либо единственная созданная, либо которая будет, например, выбрана как главная. Также существует возможность указать, какая спецификация на изделии основная. И при необходимости ограничить срок ее действия. Мы передаем данные заказ на производство в статус к производству и формируем структуру заказа. Структура заказа предоставляет собой иерархическую структуру от производства отдельно взятого полуфабриката до сборки и выпуска готовой продукции. Итак, эта схема считается снизу вверх. Для начала у нас в нашем изделии необходимо произвести втулку, после чего лопатку, диск, собрать все изделие следующим этапом. У нас получится вентилятор двигателя жахтного перед испытанием. Мы это в нашем сегодняшнем кейсе силами подрядчика отдадим на испытание и получим уже готовое изделие. Следующий слайд. Диаграмма Ганта. Представляет собой график производства заказа. Параллельно у нас, поскольку у нас нет каких-либо в нашем кейсе ограничений по доступности рабочих центров, то три вот этих вот позиции, три полуфабриката мы можем параллельно производить. Сулка, лопатка и диск. Естественно, дальше у нас идет смещение по времени. И через некоторый промежуток времени мы можем уже собрать это изделие. Получим вентилятор двигателя жахтного перед испытанием и в дальнейшем передаем его на испытание и получаем уже готовое изделие. Переходим к диспетчеризации этапа производства. Рассмотрим на примере одного этапа. Обращаю внимание, что все компоненты в этапе производства обеспечиваются обособленно благодаря раннему установленному условию в индивидуальном соглашении. И также обращаю внимание, что на выбранном складе RIA доступно на данный момент ноль компонентов первого и второго компонентов. В связи с чем данные компоненты необходимо закупить. И заказ на производство у нас содержит в себе несколько этапов производства, которые необходимо обеспечить. В частности, это три этапа по две позиции на каждый этап. Всего шесть номенклатурных позиций, которые необходимо закупить. В решении один из ERP есть функциональный помощник заказ поставщикам по потребностям, находящимся в блоке закупки, позволяющий оформить заказ поставщикам сразу по всем этапам производства по данному государственному контракту. Делается это следующим образом. Для этого необходимо установить ряд отборов. Ну, вот основные это склад все-таки, на который мы будем получать. Ну, и второе – это направление деятельности, по которому мы хотим закупить это все тот же госконтракт под номером три. В результате система предлагает обеспечить сразу же все этапы производства, на которых потребуются купные материалы, три этапы производства полуфабрикатов, по две на каждой. И задаем на основании предложенного системам обеспечения документ приобретения товаров и услуг, где все же информация вся уже имеется по поступлениям. Также здесь соглашение, представлено на госконтракт 3 договор, все тот же самый. И при создании документа приобретения товаров и услуг с обособлением под заказ появляется такое понятие, как назначение. То есть у нас было направление деятельности, сейчас у нас уже появился второй такой термин, как назначение. И если вот направление деятельности – это такой механизм, который позволяет использовать как совместно с заказами, так и совершенно независимо от них. То есть он применяется, когда потребность формируется под определенный проект, контракт, направление продаж и так далее. В рамках такого проекта номенклатура может свободно переопределяться между заказами. А вот назначение деятельности – это механизм, который используется для резервирования номенклатуры или работы. В данном кейсе у нас направление деятельности равно назначению. Поскольку в конкретном, в контрольном примере в систему ранее были заведены прайс-листы подозревщиков, цены в документе автоматически у нас установились, да, вот здесь на предыдущем слайде и показал. Переходим дальше. Мы с вами сейчас просматриваем абсолютно всю цепочку от вхождения до клиента, да, и госконтракта, от введения в систему, да, мы пройдем везде, вплоть до складских документов и производства готовой продукции, перечисления прибыли. Вот сейчас мы поговорим о складе, да. Если склад у нас в ордере, необходимо также приходить на ордерный оклад. В систему уже есть информация о том, какие товары отгадают приемки, благодаря созданному документу приобретения товаров и услуг. И возвращаемся в этап производства. Да, мы переводим, естественно, приходный ордер статус принят, чтобы на складе у нас отобразились материалы, необходимые для обеспечения всех этапов производства. И возвращаемся уже, да, в этап производства. Результатом обеспечения этапа будет доступность материалов, как вы видите, на данном складе сырья, для дальнейшей телепочередации этапов производства. Теперь материалы у нас готовы к отгрузке со склада сырья в производство. Производим соответствующие действия, да, и этап сам становится распоряжением на отгрузку. При создании, точнее, при использовании ордерных плодов также необходимо оформить расходный ордер у нас клад сырья, да, и перевести его в соответствующий статус по аналогии с приходным. Не будем детально останавливаться. После чего создается документ передачи материалов в производство. То есть цепочка от передачи из клада в производство, здесь она у нас заканчивается. Кладка расход в этапе производства. На что хочу обратить внимание. Вот нередко пользователи задают вопрос. В чем разница между там вкладками обеспечения, да, где мы отгружали материалы в производство, и расходом в документе этапа производства. Ну, зачем нам такие два действия делать? Во-первых, расход может неравен отгруженному быть по разным причинам. Во-вторых, расход можно как бы и не заполнять. Только вот себе стоимость готовой продукции не будет включать стоимость сырья и материалов. Ведь именно на странице расход фиксируются факты использования товара материальных ценностей в производстве продукции. И после заполнения именно этой страницы товары на кладах превращаются в производственные затраты. Укажем расход материалов при производстве. Для этого заполняем только что отгруженным материалами с помощью встроенного помощника. и можно воспользоваться вот так, заполнить отгруженным. Когда продукция фактически произведена, устанавливаем соответствующее значение «Произведено». При использовании государственных контрактов по гособоронзаказу к производимой продукции предъявляются повышенные требования к контролю качества. Военная приемка и не только. Для решения задачи отражения операции ОТК отдела технического контроля в 1С ERP возможно установить контроль операции. Данная настройка задается в ресурсной спецификации. И при попытке провести этот этап статус «Завершен» без выполнения операции контроля системы выдается сообщение об ошибке. Ниже оно выделено, что эти этапы просто невозможны. Оно возможно только с полностью выполненными операциями контроля. Соответственно, переходим на выполнение операции контроля ОТК. И, соответственно, в этой операции, как только фактически это выполнено, переводим его в статус «Выполнено». Рассматриваем сегодня кейси с заключительным этапом производства готовой продукции по производству силами сторонней организации переработчикам. Главный принцип взаимодействия заказчика и исполнителя в рамках 275-го федерального закона – это прозрачность. В отличие от закупок по 44-му и 223-му федеральным законам в системе гособоронзаказа организация имеет право запрашивать информацию как о финансовых операциях головного исполнителя по всем счетам, так и о привлеченных к головным исполнителям субподрядчиков. В давальческой реме передаем вентилятор двигателя шахтного перед испытанием на испытание. В дальнейшем оплата услуг переработчика отразится в соответствующем разделе отчета в Министерство обороны. Результатом выполнения переработчиков своих услуг станут документы поступления от переработчика. Все с тем же назначением. И отчет переработчика. Результатом последнего этапа производства будет выпуск готовой продукции. Теперь готовую продукцию можно отгружать заказчику. Возвращаемся в заказ клиента и производим соответствующие действия отгрузить. Замыкающим цепочку документов станет реализация готовой продукции. Обращаю внимание на то, что документ реализации создается на основании заказа клиента. Таким образом, сквозная аналитика по назначению гособоронзаказа проходит абсолютно через всю цепочку производственных, вкладки их и финансовых документов. Ну, конечно, однако для автоматического формирования отчетности по форме Министерства обороны необходимо также оформить ряд платежных документов с поставщиками, переработчиком, заказчиком, с той же сквозной аналитикой по госконтракту, а также перечислить прибыль со спецсчета. В программном продукте 1СЕРП существует более 300 различных отчетов по формам, утвержденным различными надзорными органами и другими получателями. В рамках отчетности Министерства обороны предусмотрены отчеты исполнения государственных контрактов. В рапке слайда находятся такие реквизиты, как идентификатор государственного контракта, дата его заключения, плановая дата исполнения и номер отдельного счета, открытого для цели исполнения контракта. В разделе номер 1 у нас указаны финансовые финансирования контракта. В разделе номер 2 распределение ресурсов этого контракта – это денежные средства, сапасы, производство готовой продукции на складе. В разделе номер 3 у нас отгрузка товара, выполненные работы, оказание услуг. В раздел входит себестоимость реализованной продукции, административно-управленческие расходы, проценты по кредитам в банках, если такие были НДС выручки и прибыль контракта. Также функционал программы позволяет проверять контрольные соотношения показателей перед отправкой. На слайде представлено, что после формирования отчета можно провести такую проверку контрольных соотношений. Здесь на слайде я вывел несколько из представленных вариантов. Как я уже говорил ранее, 240 различных показателей. Система существует контроль по ним. Некоторые из них представлены на складе. В рамках рассматриваемой кейса до формирования отчета не было сознательно. Перечислена часть оплаты поставщику в размере 70 400 рублей. И мы вот как раз-таки на посередине вот этот вот, посередине слайда, вторая сверху строка, да. Сальдо операции показателя задолженности перед поставщиком должно совпадать со значением списания в рамках контракта. Со вычетом всех значений графа группы доступа. И указано, что соотношение выполнено. То есть система знает, что мы не перечислили эту прибыль. Она у нас пока что еще висит. Но тем не менее, она везде фигурирует. И система на это не ругается. Говорю, 240 различных финансовых показателей. Очень много об этом можно говорить. Мы, наверное, не будем пока вот на этом сильно застрять внимание. Следующий слайд. В программе также предусмотрены два варианта выгрузки данного отчета. Выгрузка без подписи для внутреннего использования. И выгрузка отчета Министерства обороны. Для этого нужна электронная цифровая подпись. Соответственно, да, сервис 1С электронный отчетность или 1С подпись. При попытке выгрузить отчет, система предупредит об ошибках в оформлении даже самого отчета. Например, такие как Из-за впадения контрольного числа для ИНН-организации Соотношение текущей даты и даты отчета Дата отчета не должна превышать дату выгрузки Количество цифр в государственном контракте должно быть равным 25 цифрам И номер отдельного счета должен начинаться тоже с определенных значений. Таких тоже показателей, по которым проверяется достаточное количество Здесь приведены только несколько Таким образом, программный продукт 1С ERP предприятия Помогает решить поставленные задачи в условиях всех требований И ограничений, предъявляемых производственным предприятием Обслуживающим государственный контракт по гособоронзаказу Министерства обороны Российской Федерации У меня на сегодня все Спасибо большое за внимание И если есть какие-то вопросы, с удовольствием на них отвечу Как в начале я в самом говорил, да, в принципе, можно вернуться Отвечаю вот на этот вопрос, да, как правильно определяют затраты по направлениям деятельности По каждому госконтракту, да Или еще какое-то одно направление действия, деятельности общая Первая часть, да, является ответом по каждому государственному контракту То есть в самом начале у нас заводится в справочник направления деятельности Как раз-таки информация по абсолютно каждому государственному контракту То есть какого-то обобщенного направления деятельности здесь не будет И это и является принципом раздельного учета Для каждого госконтракта свое направление деятельности и своя сквозная аналитика Если еще у кого-то есть вопросы, можете задать голосом, либо написать Довольно хороший вопрос Да Знаете, сейчас я отвечу на предыдущий вопрос Постараюсь, по крайней мере, да, наверное, сформулировать даже, может быть, свое видение Потому что, действительно, вопрос такой комплексный достаточно, да, я бы сказал Как нам понять, на какой из госконтрактов легла какая часть энергии? Коллеги, боюсь, наверное, в рамках сегодняшнего вебинара На такой вопрос, наверное, необходимо подготовиться И я думаю, что Михаил не против Мы можем провести отдельный вебинар О конкретно вот таких вот моментах, связанных с косвенными затратами Которые сложно положить на какой-то один государственный контракт Я, в принципе, готов подготовиться, да И отдельно провести, ну, уже такой небольшой, да, вебинар По вот подобным вопросам Действительно, достаточно комплексный, сложный, но интересный Так что, с вашего позволения, пока что я не могу ответить на этот вопрос Однозначно и точно Вебинар по алгоритму заполнения отчета об исполнении государственного контракта Смотрите, поскольку мы рассматриваем в данном кейсе 1С ERP, да, то данный продукт, он забирает этот отчет автоматически То есть просто необходимые документы, всю цепочку Проводить сквозную аналитику и отражать нам необходимую информацию Поэтому сам алгоритм заполнения отчета, он же зашит внутри системы И, ну, отвечая на ваш вопрос, такого вебинара нет Ну, может быть, Михаил меня поправит, может быть, и есть Но мне кажется, что скорее, наверное, вряд ли Насколько точно помню, всем добрый день, коллеги Такого вебинара нет, но, в принципе, если эта тема обширна, то вполне можем это устроить Вообще не проблема Спасибо, Александр, по поводу ссылки на раздолье Я понимаю, что этот комментарий относится к электроэнергию и ее распределению Михаил, давайте тогда запланируем коллегам интересен этот вопрос Он, в принципе, я полностью поддерживаю, что довольно-таки можно много об этом говорить Потому что, ну, в действительности, это проблема очень многих предприятий, связанных там и с плановыми калькуляциями В этой действительности огромная обширная тема и огромная боль различных предприятий, которые с этим сталкиваются То есть, да, с них требуют, условно говоря, каких-то точных показателей А как можно такой пример, да, топорной коробкой гвоздей, которые используются на разные госконтракты, да, там, переизвределить в правильном соотношении Это довольно-таки непростой вопрос, поэтому вот для вот этой темы я бы запланировал отдельный вебинар Да, хорошо, то есть, ну, опять же, это дату, поэтому мы сможем сообщить чуть позже То есть, если у кого-то есть какая-то очень сильная потребность, вы можете на почту написать Мы вот лично, я уже передам вам дату запланированную Да, Александр, большое спасибо за ссылочки Я их себе сохраню И ознакомлюсь с информацией Коллеги, есть ли еще какие-то вопросы, которые я очень постараюсь ответить? Михаил, по всей видимости, наверное, пока вопросов на эту тему нету Коллеги, тогда всем большое спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok